Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас Новый год, мы продолжаем наш проект, уже третий год нашего проекта Рассказываем мы об интересных вещах Сегодня нам расскажут про наших соотечественных, которые в воле судеб казались в Нидерландах О том, как они там жили, какая стили семьи, какая специфика поиска наших соотечественных при работе архива местных Расскажет нам об этом Иоанна Евгеньевна Лунова А вообще я всех приглашаю поучаствовать в этом проекте Подумать, какую тему выступить Тему, естественно, должна касаться генеалогии, проявления, истории нашей страны Поэтому не стесняйтесь, предлагайте свои какие-то... Делайте предложения, предлагайте темы, мы с удовольствием их рассмотрим И готовьтесь выступать Поэтому давайте начнем Иоанна Евгеньевна Лунова Здравствуйте Хочу начать с того, что буду поблагодарить честную компанию и организацию СВРТ За то, что меня пригласили Я очень горжусь тем, что они меня считают за своем Да Это очень приятно Тема у меня очень большая Я очень много сегодня набрала Я надеюсь, что я успела Тема действительно большая, тема действительно интересная Потому что она неизвестна И неизвестна она всего того, что речь идет о Голландии Язык сложный, страна далеко, страна закрытая Но наши были и там И есть до сих пор Что самое удивительное, в общем-то Если говорить о том, что сложно работать с Голландией В общем-то это одна из первых стран, с которой мы установили Дипломатические отношения В которые мы отправили свое высокое посольство И которое свое высокое посольство прислало к нам Это страна, в которой в Европе впервые был Так сказать, провозглашен европейский закон И родилась вся европейская законность И в том числе порядок установления посольств, консульств и всего остального И мы с голландцами ведем давнюю, верную дружбу Практически никогда не воевали с ними Практически всегда дружили Всегда друг другу помогали Но есть и нюанс Страна маленькая Страна очень богатая Очень высоко цивилизованная Очень высоко культурная Очень закрытая для чужих Не сказать, что бы гостеприимная Особенно в русском радушном представлении Страна, в которой иммигрантам было очень сложно Так же, как и во всей Северной Европе Ну, за тем, наверное, исключением, что их там хотя бы физически не убежали Не резали, как в Фернаде В одной из первых стран Европы здесь появилось наше русское консульство А кроме того, мы знамениты тем подарком для Нидерландов Нашей принцессой, царской дочерью Анны Павловны Посмотрите, пожалуйста, здание Оно вам хорошо известно На месте этого здания Это здание построено в 1913 году В нем внутри масса раритетов, подарков русского царя Последнего русского царя Во время его многочисленных приездов И вообще Многочисленные принятые законы о мире И положение Гаагской конвенции Были приняты именно благодаря Николаю II И, в частности, написаны в черне И предложены в Европу нами, в России На этом месте была летняя резиденция Анны Павловны Королева была удивительная В Голландии королевство правит королева Сейчас, на данный момент, правит король Извините До этого много поколений правили королевы А у голландцев очень своеобразная монархия Она дружечная, скажем так И к членам монархической семьи Они проявляют более требований Нежели им чего-либо разрешают И надо обязательно сказать Очень хочется, что Анна Павловна Была принята крайне скептически голландцами Они сначала называли ее Новогодней елкой Потому что она была с ног до головы Обвешана украшениями, что для них было несвойственно Но она завоевала настолько крепкий и сильный авторитет В этой стране Что они ее считали королевой Для голландцев это очень несвойственно Потому что у них есть король И все остальные члены его семьи То есть они их не признают правящими То есть король, а дальше уже принц и королевская жена А вот Анна Павловна У них стала первой женщиной в стране Надо сказать, что вообще до Европы До Северной Европы Очень долго добиралась эмансипация И женщин они не признавали очень долго Категорически в самостоятельном варианте никак Очень долго Голландцы вообще до 1956 года Прошлого столетия Так вот Анну Павловну Они впервые признали как правящую женщину на престоле Почему? Есть очень интересное воспоминание В голландских же мемуарах, в литературе Очень часто они об этом пишут Потому что у них в семье вышла небольшая Небольшой конфуз Небольшая сомнительная история Ее венценосный супруг был игрок А денег у казны королю не давали Из казны То есть он их брал в рост Отдавать было нечем И он, ну скажем так, просто Потихоньку потаскивал их у своей супруги А она привезла много из России Всего красивого и очень дорогого И ростовщики, которые брали эти украшения Взамен в залог Они в связи с тем, что он не смог их выкупить Выставили их на торги И разразился скандал Выяснилось, что это украшение Привезенное из России И голландцы народ своеобразный Они всегда относились очень своеобразно Ко всем правящим и власть имущим Они просто сказали, что посадили В общем, короля чуть ли не в долговую яму Ай-яй-яй, какой позор И везде в газетах И тут выступила Анна Павловна И сказала, что это наше личное дело Я ему их дала сама Это мой муж, и я с ним сама разберусь Очень по-русски Она разобралась Больше он этого не делал Она разобралась И ее действительно обожали голландцы Не зря Вообще очень редкое явление в Европе Только двух русских представителей Называют по имени-отчеству Петр Ильич Чайковский везде Михаил Глинка, Модест Мусоргский Но Петр Ильич Чайковский И везде Анна Павловна И у голландцев есть город Анна Павловна В котором ежегодно проводится выставка Живых картин из цветов Живых картин Потому что у них есть еще масса выставок цветочных Движущихся А вот там проводится именно живые картины Городок, надо сказать, очень приятный и уютный Но сказать, что это наша первая мигрантка Конечно, нельзя Но она сыграла очень значительную роль И в истории Голландии И в знакомстве голландцев Очень закрытых чужеземцем, чужестранцем В их знакомстве с нами Значит, что у меня дальше? Вот здесь, на этой улице Вот в этом доме Болкон Очень плохо видно, простите Это старая голландская открытка Тому времени, когда это было А было это после Второй мировой войны Где-то с 54-го года В этом месте находился В этом доме находился Русский старческий дом Куда поселили оставшихся эмигрантов В Голландии было очень много Где они доживали И доживали они на финансирование Королевского дома Лично Королевского дома Это просто некоторые адреса Значит Возвращаясь к королеве Анне Павловне Когда она прибыла Ну, в общем-то, как сказать Всегда у нас сложные времена в Европе Наверное, не было В смысле в истории Не было, наверное, легких времен Когда она прибыла в Голландию Через некоторое время Случилась война с Наполеоном И Павел отправляет в Голландию Вместе с англичанами Экспедиционный корпус Несколько казачьих полков Он так и назывался Русско-английский Экспедиционный корпус В помощь, в поддержку Дома Аранских Потому что в Голландии Вспыхнула революция И провозглашенная Наполеоном Батавская республика Встала на сторону Тогда еще республиканской Франции Десант был высажен И десант был на голову разбит В городке Берген Возле Алкмара Не буду говорить Не помню, сколько наших полегло Но очень много Осталось не более двух сотен А было несколько полков То есть, ну, как минимум Тысяч пять точно Голландцы отнеслись к ним С огромным уважением К русским И если бы не отчаянная ситуация Что их не смогли вывезти Из Голландии На тот момент Оставшихся в живых казаков Они бедствовали И так же, как Суворовская армия Забытая в Альпах Вынуждены были питаться Тем, что могли украсть В голландском хозяйстве И с зелеными яблоками И с изревшими А это было достаточно долго Их забрали через несколько месяцев Англичане смогли эвакуировать Голландцы собрали все тела Погибших русских Захоронили их в одном месте И через много лет На этом месте Где основные захоронения Был поставлен русский крест Очень мало кто знает Что стоит он на русской земле Вот этот участок Принадлежал одному Из голландских фермеров Который настолько проникся Уважением к нам И к этим отчаянным ребятам Которые совершили подвиг Ради чурового царя Ради родственника Царя русского Он отдал дар Эту землю И она до сих пор считается наша Несмотря на то, что прошла революция Потом после революции Перестройка, переделка Все равно эта земля наша Русская И на этом месте сейчас А, вернее, не сейчас Вот так его открывали 1903 год 1901, простите 1901 год Его открывали Потом его надолго забыли Этот памятник В общем-то Так же, как и Такая же судьба Постигла домик Петра Который надолго забыли И реставрировали его Всего несколько лет назад Синами общественной Организации России Но голландцы его Охраняли О нем заботились И даже взяли его В специальное помещение Внутрь Встроили Участок земли Только там, где стоит памятник Это участок, где захоронение Непосредственно Захоронение Считается, что захоронение Находится под памятником Кто там Там небольшая площадь По площади Там небольшая площадь Там половина Фермерского Хозяйства Там небольшая площадь Земля-то не захоронена Она наша вся Да Она наша вся Что удивительно Даже не все сотрудники посольства В этом знают К сожалению Нет У них есть книга Выпущенная местным Краевическим обществом Об этом кресте Об этой экспедиции О том, как Что Кто Но, к сожалению Русских имен и фамилий Там практически нет И никто этим вопросом Не занимался Хотя Как утверждают Голландцы В их архиве Если хотите Приходите Покопайтесь Причем В архиве Именно у них Вот там В этом местечке В Бергене И что удивительно После Первой мировой войны Никого не удивлю Когда у нас В России Прогремела Революция Первая страна Европы С которой мы Умудрились Переругаться В пух и прах Потому что Их Их посол Очень категорически Выступил С обвинением Ленина А Ленин Вернее тогда еще Троцкий Категорически Выставил посла Голландская королева Высказала свое фе И мы Разрываем отношения Вообще вопрос Очень сложный Потому что Голландцы После Первой мировой войны Дали приют Вильгельма Объявленному Военным приступом Но при этом Отказались Принять Царскую семью Из России Ну как отказались Как обычно Промолчали Вроде долго думали Так вот Посольство Было закрыто Это очень долго Интересная история С посольством Но у меня нет На нее К сожалению Время Это я нарекаю Что я бы еще Рассказала потом Но чудесным образом В другом здании При других обстоятельствах Через много лет В 46 году Было открыто Советское посольство Гааги В котором Оказалось Несколько раритетов Откуда они взялись Никто не знает В частности Вот эта книжечка На которой написано В самом начале На обложке Написано Мезон Де Рюстенбург Это вот тот самый Рюстенбург Вместо которого Усапио Вместо которого Построен Дарец Проносудов А дальше Акт передачи Нашего бывшего Имущества В казну В Каланской Парисе Последним С этой территории Ушла Посольская церковь Она вынуждена Была переселиться В частный дом Она там До сих пор Занимает она Два дома Там Как они называют Пандусы Между улицами Дома Которые дворами Соединяются Вот два Насквозь С одной стороны С другой стороны Парадные входы А внутри два двора Вот такую территорию Занимает наша Теберишная Русская церковь И вот В этой Церкви Были сделаны Вот эти записи Которые Впоследствии Оказались Посольство Где лежит Эта книжечка Вот здесь Список Русских На двадцатый Эта церковь Осталась Единственным Прибежищем Куда можно было Прийти И зарегистрироваться Процесс Регистрации В Нидерландах Крайне Сложный Крайне Особенно В то время Поэтому Посольство Играло Совершенно Необыкновенную Роль Где ни в одной Другой Наверное Стране Ну не знаю Не распишусь За Швецию Регистрации Семья Он дал разрешение На ее Кремацию Потому что По-другому Перевезти В те годы Еще после Испанки Страна Весь мир Дрожал Поэтому Можно было Только таким Способом Он В истории Наших Иммигрантов И не Иммигрантов А тех Кто попал Не по своей Моле В русских В Голландию Сыграл Очень важную роль Наверное Редкий священник Сделал так много Для Истрадавшегося Русских Людей Которые Вообще Не понимали Почему Они Выброшены Из страны Это Я Говорю О Русских Военнопленных Чуть Чуть Погромче А Дальше Члены Российской Миссии Российская Миссия Российское Представительство Голландии Особая Статья Значит Дальше Я пролистаю Все Кто там Есть Вот Он Список Если Кого-то Интересует Я понимаю Что Отсюда Вы Срисовать Конечно Не сможете Если Кого-то Интересует Я готова Поделиться Материем Пожалуйста Я думаю Что В видеоролике Мы Ставим Фотографии Возможно Там Будет Видно Русская Миссия Нидерландах 2012 год Русская Миссия Нидерландах Постигла Судьба Всех Остальных Зарубежных Миссий В начале 2017 года Они Были Закрыты И официально Отозваны Троцким В Россию Конечно Они В Россию Не вернулись Значит Кто Здесь Присутствует В середине В центре Поверенный В делах Миссии Значит Посол Свечин Перед Это не он Посол Свечин Перед Второй Перед Первой Мировой Войной В связи Вот с этими Надвигающимися Надвигающимися Катастрофой После революции 1905 года Сошел с ума И убыл Во Францию На лечении Не вернулся Там скончался Именно С статистической Планеты Вместо него Его место Занял В поверенных Делах Генниг Бах Впоследствии Женился На Таланке Из Знаменитого Рода Ван Лома Есть Музей В Амстердаме Ван Лома И в этом музее На третьем этаже Хранятся Два чемодана С личными вещами Документами Этого человека И его супруги Не разобранными До сих пор Значит Ситуация Следующая Я разговаривала С хранителями И я разговаривала С посольством Хранители Предлагают Абсолютно Любые условия Работать с этим Архивом Но Обязательно Им Во-первых Они его Конечно Не вернут Не отдадут Хотя бы Потому что Он являлся Членом семьи Хозяина Этого дома А во-вторых Значит Они просят Сделать им Подробную Опись Хотя бы На русском Они потом Переведут У посольства Нет физических Возможностей Документы Хранятся Значит Далее Вот этот Человек Иван Карлович Персо Потрясающая Личность Родственник Фета Родственник Набокова Кунсу Генеральный Кунсу Голландии Его сын Очень плохо Его видно Ну Ну Он там еще Дмитрий Иванович Петерсон Который Приехал Туда В Одиннадцатом Году По окончанию Училища Вступил В карьеру И попал Сразу В Конкур Вощип Потому что Сначала Волна В двенадцатом Году Волна Переселенцев Шла Через Голландию Возвращенцы В России И Переселенцы Из России В Америку Но Четырнадцатый Год Потому что Дальше Говорит Ничего И Павел Пустушкин Пустушкин Заканчивал Завершал Дина Посольства Тоже Иммигрант Тоже Остался Там Чем Они Прославились Ну Иван Павлович Он был Уже В почтенном Возрасте Он больше Для русских Был свадебным Генералом Которого Привозили Одевали Ворсушку Только Можем Тем более Что Его супруга Была Наболкова А ее Хорошо Знали Одевался Регалии Шел Хлопотать За Очередного Выкидываемого Страны Русского Близко Дружен С королевской Семьей Ну Соответственно Всегда Шли Навстречу Тем более Что русских Было не так много Наверное Не очень понятно Почему Выкидываемого Я потом Постараюсь Я думаю Что это будет По теме Я потом Объясню Почему Итак А вот Дама Которая стоит В платьице Она была В лузочке Она Это дочь Розанова Старшая дочь Розанова Валентина Она была Секретарем А именно Ее рукой Были выписаны Все многочисленные Документы Русским Которые были спасены Таким образом В высылке Беронова А вот Пустошкин Павел Константинович В парадном мундире 52-й год Обратите внимание Он в царском русском мундире В этом мундире Он ходил В голландские органы Для того Чтобы прописать Выхлопотать Пенсию Удивительно Но давали Русским Кто там оставался Убедить голландцев Не высылать В Советский Союз И так далее Там все было Очень непросто Роттердам В этом здании Размещалось Русское консульство Вот это здание Вот это здание Было время Когда оно было Переполнено Русскими солдатами Что там Невозможно было Даже не то что Влечь Но и сесть Потому что Русских солдат С 15 января 15-го года По 22-й год Через Голландию Прошло 10 тысяч человек Зарегистрированных Это только те Кого регистрировали Русские власти А уж голландцы На границе Даже могли не сосчитать Позже В 17-м году Вот очаровательная картинка Романтическая история Совершенно Очень плохо видно Да? Вот крайний Молодой человек Он молодой Несмотря на его макушку Это Дмитрий Иванович Петерсон Он только приехал в Голландию К отцу Его ждала блестящая карьера Как собственно и всех Они потомственные Дипломаты Он приезжает Помощником Вице-консулом Помощником Консула А в Голландии Консулов Насчитывалось 12 человек Из них Один русский генеральный Несколько вице И остальные Голландцы Потому что Во всех портах И на границе с Германией В некоторых городах Те через которые Шел большой торговый оборот Промышленники Голландские Или банкиры Выполняли К тому же Миссию консул В частности Германскую И вот он приезжает В Роттердал Является К своему Шефу Голландцу И встречает Вот эту очаровательную Дану Она ему открывает Дверь Квально через Несколько месяцев Они женятся Я хочу Чтобы вы обратили внимание Потому что В конце Я вам покажу Я надеюсь Что я дойду до конца И я вам покажу Их потом Ставь Она голландка Чистокровная Чистокровная А вот это То что Мне удалось найти В церковных книгах К сожалению В церкви Уцелело Очень немного Очень немного Обычно Это не так В Германии Во Франции Даже в тех странах Которых выявали Церковь Помудрилась Сохранить Достаточно Много Записей А вот В Голландии Русская иммиграция Шла Очень неровно Сначала Была Иммиграция До 905 Года Это были Жены Члены Семей Которые Студенты Которые Приезжали В Голландию Сотрудники Банков У нас же Был очень Разветвленный Куст Русско-Голландского Банка Потом Небольшой Провал Из 2014 Идет Следующая Волна Иммиграции Эта волна Идет До 30-х Годов Потом Провал Следующая Волна Иммиграции Идет Она Очень Разная Это 44-го 45-го И 53-го Я постараюсь Чуть позже Пояснить Почему Значит Вот Это Акты О браке Я понимаю Что очень плохо Видно Акты о браке Акты о рождении Причем Вот Солдат Бежал через границу Или офицер У него Ничего Больше Нет Он Это Особая Огромная Статья Огромный Рассказ О том Как они Бежали Из немецких Вагерей По 12 Раз Его Ловили Возвращали Избивали Он Приходил Себя Снова Бежал Через Границу Представьте Себе Какие Условия Были У этого Человека У русского Вани Который Бежал Из Призван Был Бог знает Откуда Из глубинки России Если Он Бежал Из Лагеря Где Говорят По Немецки В страну Где Говорят По Голландски На слух Язык Очень Похож То есть Он Даже Не мог Понять Где Он И Были Такие Случаи В газетах Описывались Совершенно Жуткие Вы знаете Я когда Читала Эти Отрывки До Слез Что Русский Солдат Пробрался Через Под колючей проволокой Немцы Очень Предусмотрительно Всю границу С Голландией Обтянули Колючей проволокой И пропустили Электричество Чтобы не бежали И чтобы не было Случаев Потому что бежали Не только русские Англичане Французы Бежали немцы Которые не хотели Воевать Голландия Нейтральная То есть Они там Под защитой Нейтрального Государства И бежали Спекулянты Огромное количество Спекулянтов Потому что Голландия Была в принципе В изоляции И Русский солдат Значит Статья В газете Маленькая заметка Русский солдат Пробрался под Колючей проволокой И в этот момент Немец успел Его догнать Схватил за ноги Но с этой стороны Пришли голландцы И вот они Его перетягивали За ноги За руки До тех пор Пока голландцу Не подбежал Еще один И им удалось Его перетянуть Но немец Пытался его застрелить Через границу Через колючую проволоку Но ранил голландию И вот такие истории То ли курьез То ли плакать хочется По 12 раз бежали И все-таки Уходили на границу Голландии И вот он приходит В консульство И что дальше Документов нет Подтвердить его Личность Невозможно Поэтому Русский консул Русский посол Этим не занимался Русский консул Ведет его в церковь Розанов ему Выписывает Документ Русский консул На основании Этого документа Выдает свой документ И дальше До 42 года С этим документом Большим гербом С орлом Все как полагается Через границу Русский Не всегда Это выходило Хорошо Об этом Я думаю Я скажу потом Это брачные Обыскы Реальные Реальные Я вспомнил Что они действительно Они выходили Замуж Там где-то Нет-нет-нет Ни в коем случае Это реальные Настоящие Женились Сейчас покажу Кстати Очень женились Русские Ребятки Пользовались Огромным Авторитетом У голландских Женщин Потому что Они очень Работоспособные И к тому же Очень хорошо Пели Самое главное Вы знаете Хороший вопрос В Роттердаме Был скандал Страшный скандал По поводу Русских Ну они конечно Загостились Представьте себе Русские солдаты Которых немеренное Количество Которым нечем Заняться Потому что В Голландии Для них Специальной работы Нет Они Бродят по улицам Задирают Девушек Всегда здоровые Подраться А ростиком Они в общем-то Такие же Как голландцы Да и в большинстве Своем Они Сколько У меня встречалось Во всяком случае В основном Это сельские жители Крестьяне Купаются Они прямо здесь же На малу Причем Раздеваются Полностью Чем смущают Голландских Девушек Пишут Пишет Возмущенный Мэр Города Вернее Он не мэр А Глава района Он пишет В консульство Что какое безобразие А потом Мы этих девушек Не можем От них вытащить А теперь За этот месяц Я регистрирую 12 браков Что бы ему В общем-то Еще хотели Браки же На конце концов И между прочим Семьи Которые у них были Вот сколько я видела Там по 6 По 8 деток То есть По русски По русски И надо сказать Что когда входишь В голландский музей Где Висят Изображения Голландских Правителей То как бы Голландцы Не шипели В адрес Сына Анны Павловны Который Вильяма IV Который был Принцем После своего Королем После своего отца Как бы они Не ругали его За русский Нрав Необузданный Ну красив После вот этих Вот Ну красив Действительно Вот красавец Народоволец Такой Роскошный Это тоже Копия Просто ее очень плохо видно Это реальные люди Которые О которых у нас В интернете Вот допустим О князе Накашидзе Который вот здесь Одно из его дел Он там женился О нем известно Только до того момента Что он оказался В Голландии А в Голландии Есть документы Но они просто Где Не востребованы были Их никто не искал Ну а теперь печальное Кресты Мы с вами видели Крест Поставленный На русской земле Русским казакам Это уже Следующая война Этот крест Поставлен Голландцами Местными Жителями На месте Перехода Границы Русскими Солдатами Здесь в этом месте Погибло Не менее Двенадцати человек Но во всем случае Так они говорят До сих пор Они до сих пор За ним ухаживают Он у них когда-то упал Потом они предположили Что русские предпочитают Я не знаю Откуда они так взяли Но они решили Что русские предпочитают Деревянные кресты Они его выточили снова И торжественно установили На том же месте Где был пепел Значит У них в этой деревушке Которая рядом находится Существует Такое предание Что на этом месте Был убит солдат Русский Застрелен Именно здесь Убитых Потому что Несмотря на то Что это нейтральная страна Немцы не больно С этим считались И в общем-то Достаточно далеко Проходили по территории Голландии Если им требовалось Кого-то догнать Думайте Вот то что там написано Мороснад Южный Универ Это газета Которую выпускала Так как С началом войны Огромное количество Русских Клынуло На территорию Голландии Русское посольство Стало выпускать Для них газету Где писала О том Что Как Почему Что в России Каким образом Можно вернуться Вернуться Можно было Для них Только через Англию Причем Это было очень сложно Потому что Немецкий флот Особенно Подводный флот Был исключительно Страшен Стрелял все подряд Включая Голландские Торговые суда Соответственно Перебраться Было очень сложно Либо по Францию Где стоял Русский экспедиционный Корпус И тоже было Множество Но это же нужно Было через Бельгию А Бельгия Была практически Вся разрушена Там шла война Это списки Русских Интернированных Солдат Вот это Уже очень сложные Документы Которые пришлось Из голландцев Выцарапывать Боем Потому что С одной стороны Они об этом Ничего не знают А с другой стороны Они об этом Ничего не знают Потому что Русские солдаты Попавшие туда Не обеспечивались Своим государством Русское консульство Получив Большую суду Выдало ее Голландцам На обеспечение На то Чтобы голландцы Заключали договоры И обеспечивали Русским едой Правительство Едой Жильем И Всем необходимым А Деньги Как-то Ди деньги Голландцы Допискали А потом Общение Отдали Потому что Ну какие Вы же Брест-Литовск Это была Безобразная история Потому что С заключением Брест-Литовского мира Они объявили Что А теперь Мы русских Отправляем назад И тех солдатиков Которые Сумели добраться Израненные Больные Переболевшие Тифом Куберкулезом Всем Чем только Можно придумать Добравшиеся До границы Таки попадали На распределительные Пункты Французов Оставляли Англичан Оставляли А русских Возвращали Немцам Немцам Быть и пересоюзники Были жуткие Картины Они тоже Описаны В канадской Прессе Когда русские Солдаты Кричали Вы лучше Убейтесь Здесь Только Не отдавайте Назад На пыльки В то время Единственная Партия В Голландии Это 19-й год Которая Вступилась В частности За русских Солдат И которая Долгое Время Не дала Опозориться Этой стране Это Коммунисты Коммунисты Выписывали Пропуски Русским И Коммунистическая Партия Давид Войнков Поднял Вопрос В Думе В их Думе В парламенте О бесчеловечном Отношении К русским Солдатам Лагерь Для интернированных Который находился В Бергене Помните Крест В самом начале Вот он находился Через дорогу Деревянный барак В котором Если этот документ Посмотреть внимательно В нем Вместе В одном Бараке Находились Немцы Немецкие Дезертир И русские Бежавшие Из плена Немцев Солдаты Побывавшие Под немецким огнем Разумеется Были скандалы До поножовщины Разумеется Виноваты Были Русские Содержание Было Бесчеловечным Когда Голландцев Все-таки Взяли За тепленькое И Опозорили В прессе И англичане Вступились А англичане У них тоже Были лагеря Интернированных Совсем Другое Дело Потому что Эти лагеря Хорошо Оплачивали К англичанам Было До сих пор Совсем Другое Отношение К ним Прислушались И Русских Перевели Из Бергена В лагерь Это практически На границе С Германией Впоследствии В этом лагере Во время Второй Мировой Войны Размещался Немецкий Голландия Уже была Окупирована Размещался Немецкий Концентрационный Лагерь В котором Также Находились Русские И Там После Окончания Войны Оказался Захороненным Неучтенным Один русский Солдат Который Впоследствии Попал На советское Поле Слава Об этом Тоже будет лечь Вот фотографии Наших Сведения Достаточно Судные В списках В списках Кое-где Встречается Место Откуда Этот солдат Больше Ничего По солдатам Сведения Крайне Судные Потому что Даже Учитывайте Что Солдата Записывали По Тому Что он Сказал То есть Прочитать Это по-русски Невозможно Та же Самая Беда И в Германии И во Франции И в Бельгии Везде Это Карточка Которую Выдавали Солдату Для того Чтобы он мог Беспрепятственно Проходить В дневное время По ближайшему Населенному Пункту Для чего Он туда Ходил Для того Чтобы Кому-то Помочь Что-то Сделать Они Очень Страдали Без работы Совершенно Дикое Я читала Заключение Голландцев Охранников Что русские Солдаты Значит В лагере Не все Им предоставлен Большой лагерь Который Сохранился После Бельгийцев Бельгийцев Там была Ну Практически Вся армия Полнаселения Русские Солдаты Заняли Не все Помещения И Возмущенная Охрана Пишет Докладное Письмо Начальству Что русские Разобрали Пустующий Барак Вынули Оттуда Доски И из них Делают Поделки Которые Потом Раздаривают Детям Ну Постеснялись Раздаривают У них Так и Написано Их Это Возлутило Немного Доски Не разобрали Кстати Потом Лагерь Он дожил В этом Полуруинном Состоянии До немцев Они Довели Дома А второй Лагерь Он так И развалился Эти доски Голландские Рабочие Уже Не Рассказывали Свидетельство О смерти Вот с такими Документами Мне приходилось Работать Сейчас Я надеюсь Что мне Получится Доказать Что это Русский Солдат На Голландском Языке Свидетельство О смерти Русского Солдата Станислава Каминского Который Скончался От гриппа В лагерь Угландрук После того Как Лагерь Угландрук Нужно было Подвергнуть Санитарной Обработке Русских Передвинули Еще ближе В то время Уже Появились Русские Беженцы Дело в том Что Совершенно Неизвестная Страница Первой Мировой Войны Это Трудовые Лагеря Точно Такие же Как были Учреждены Немцами Во Второй Мировой Когда Молодежь Угонялась На работы В частности Там Первую Мировую Немцы Угоняли В основном Поляков С территории Русской Польши Лоц Варшава Немного Белоруссии То есть Куда Смогли Достать Мирное Население Туда Угоняли То есть Политика Нашего Военного Руководства Которая Пыталась Эвакуировать Население О чем Сейчас много Пишут Эвакуировать Население С территории Которые Могли Попасть Под оккупацию Она имела Право На существование Потому что Немцы Угоняли Беспощадно Их было Очень много Потом Обнаружилось Очень много Их отправили В лагерь Хардерлей Там было Еще сложнее Я приехала Вот Это уже Наши солдаты 19-й год То есть Война Простите Давно Закончилась А они Все еще Там Голландцам Страшно Надоело Им кормить Потому что Кормят Они За свои Русского Правительства Нет Русское Правительство Большевиков Требует Возвратить Их Так как Это Гагской Конвенцией Предусмотрено Возвратить Их на территорию Откуда Откуда Они Были Призваны Что Делают Голландцы Это Мой Личный Вывод Сделанный Совместно С Хранителем Архива Лагеря В Границе Там Оставалось Чуть Больше 400 Человек Они Просто Довели До Немецкой Границы И Отправили И Все Потому Что Документов Нет И Все Уничтожено Все Знают Что В этом Лагере Хардер Бей Был Лагерь Для Бельгийцев Трагические Книги Об этом Написаны А Русских Ни слова Нигде Это Документ Выданный Русскому Солдату Кириллову На Проезд В Россию Это Огромная Редкость Эти документы Выдавали До 16 Года Выдавало Опять же Русское Посольство А вот Это Совершенно Трогательное Письмо Вы знаете Я его когда Нашла У меня Душа Перевернулась Значит Ну Сами Понимаете Израненные Измученные Истерзанные Прошедшие Страшные Бои Побывавшие Под Артиллерийскими Налетами Это Впервые В той Войне Употреблялась Русские Солдаты Прошедшие Страшные Немецкие Лагеря Когда Читаешь Воспоминания Узников Немецких Лагерей Разница Только В том Что Не было Лагерей Смерти По сравнению Со Второй Мировой Все Остальное Слово Слово Снимали Шкуру Забивали Насмерть Заливали Холодной Водой Жгли Живьем Вот Абсолютно Слово Слово И именно Про Русских И вот В Голландии В лагере Хардрели Два Русских Это 20-й год Бегут Из лагеря В надежде Добраться До Родины Где-то Каким-то Образом Якобы Они Нашли Это Опять же Голландские Сведения Что они Там Себе Написали Это Очень Сложно Сейчас Сказать Несмотря На то Что Это Документы Суда Якобы Они Достали Пистолет Может Даже Два Якобы Они Устроили Перестрелку Со Становившими Их Полицейскими Один Полицейский Якобы Был Убит Второй Русский Был Тяжело Ранен Потом Каким-то Образом Он Вдруг На следующий День Оказался В центре Роттердама Который Находится Бог Весь Как далеко От того Места Где он Был В перестрелке Как он Туда Ранен И дошел Ну Возможно И скончался Роттердам А вот Этого Второго Русского Который Сумел Скрыться Начали Искать И нашли Он Вернулся Назав В лагерь Он Вернулся В лагерь Его Взяли Обвинили Потом Оказалось Что тот Полицейский Которого Застрелили Оказывается Ранен В следующей Газете Оказывается Он легко Ранен А в следующей Газете Он приходит К русскому И говорит Ну ладно Ничего страшного И этот Русский Парень Попадает В суд Попадает Он в суд Под трибунал Простите Это не суд Это военный Трибунал Попадает Он в город Зволя По-голландски Он говорит Плохо Зато Очень неплохо Говорит По-немецки Зовут Его Петр Зотов Когда-то Когда вы Начинали Проект Первой Мировой Я как раз Сунулась С этим Вопросом А есть ли у вас Уфимская Волость Губерниус И вы Сказали Что вы Только Начали Поэтому Я ее Взяла Я ее Взяла Ради этого солдата Чтобы найти А был ли И вы знаете Немного Вообще Нашла Из них По Потерям А вот Его Нашла Действительно Нашла Действительно Был такой Солдат Если посмотреть Внимательно Вот здесь Здесь он пишет Товарищи Простите Меня Я умираю Я бежал Из нагеря Я ранен Ему 24 Года Я ранен И болен Туберкулезом Он ожидал Смертную казнь Когда мне Пописали Это прощальное Письмо Адресованное Любимой Родине Матери А вот Здесь адрес Полный Адрес Матери И любимой Девушки Я ни на что Какое Место Это Это Уфимская Губерния Ну там Как написано Уфимская Губерния Благовещенский Завод Не нашла Да Я знаю Вот его В списке Нашла А вот Ни фамилию Девушки Ни матери Не нашла Значит Там известно Что он работал На заводе Он доброволец Как они назывались Невольно Наемный В общем Практически Он Не фрейтер А по-моему Даже Выше Звание Вот И приметы Внешность Все О нем Уписано Ну Не нашла Каюсь Ну вот Вообще Этот документ У нас На форме Размещали Я не помню Значит Этот документ Я нашла Хочу усугубить ситуацию Представьте себе Голландия Бог знает Где Маленький городочек Взволе В этом маленьком городочке Взволе Маленький Муниципальный Архив В этом архиве Документы Подававших Вернее Документы Суда В этих документах Суда И совершенно Случайно По наводке Мне голландцы Сказали А может быть Он подавал Он должен был Подавать Апелляцию Прошение Помилования Может быть Он его подавал Дай запрос Дала запрос Четыре месяца Ждала Подавал Его адвокат Он даже не знал Как это делать Его адвокат Подавал Вот таким образом Нашла это дело И нашла Это русское письмо Которое Он оставил Нам А я Дальше не нашла К сожалению И Известно только Что за это Страшное преступление Которое он совершил Убийство Зверь Он через год Был помилован И отправлен Через Германию В Россию Добрался ли Никто не Неизвестно И куда И как Просто Пометка Что Был Отправлен Домой Следующий Русский Об этом Известно Немного Больше Бежавший Офицер Известен Полк Бежал Из плена Туда Бежали Очень Многие В том числе Тухачевский Тухачевский Его Поймали А бежавший С ним Добежал Через Германию И о нем Тоже Есть документы Значит Василий Судьбин Долго Очень просил Разрешение Оставить его В Голландии Его Никак не Оставляли Потому что Заподозрили Что он Написал Прошение Это очень Смешно В советской Орфографии Поэтому Он Возможно Большевик Поэтому Мы его Оставить Не можем А то Что он С 14 Года На фронте Ну Но не хотели Но пришлось За него Ходатайствовали Далее Он остается Это Четыре Офицера Уже И среди Нех Вот Он Значит Четыре Офицера Просят Разрешение Голландцев Открыть Таксопад Им Нелюбезно Отказано Потом Один Доживал Точно В Голландии Судьбин Не доживал В Голландии А остальные Судьбы Остальных Не знали А вот Это Вот Уже Карточки Которые Любой Интересующийся Из вас Может найти На голландских Муниципальных Сайтах Это Карточка Регистрации В Стране Вместо Жительства То есть То что у нас Домовая Книга Вот такая Карточка И в ней записано Солдат Пронин Вот Вы спрашивали Женат Да Женат Конечно Вот А солдат Пронин Женат На Корнели Буке А вот Они Обратите Внимание Детки Симон А дальше У него Простите Не вижу Но Он У него Написано Васильевич Корнелис Васильевич Потому что Голландцы Они не понимают Напишешь Корнелис Они пишут Корнелис Напишешь Васильевич А не поставишь Что это имя Васильевич Вот здесь Вот здесь Он прям Целиком Писал Чтобы знали Как произносить Знали Как говорить А вот здесь Фамилия Отцовская Фамилия Отцовская И что еще Они делали Вот здесь Они Вписывали Подданную Россию Мало того Что русский Солдат Отказывался Принимать Подданство Нидерландов Хотя он Имел на это Право У него Голландская Жена Он еще И своим Детям Давал Российское Подданство Вот Пожалуйста Обратите внимание Как Это Узнать Вот здесь Написано Френден Иностранец Подданство России Чем Это Заканчивалось Для них А тем Что в Сороковом Голландию Вошли Немцы И их Сдали Как Советских Граждан И все Они Попали В немецкий Лагерь Вот Это К сожалению Я тоже Нашла Что в Сороковом Году Арестован Немцами И больше Не вернулся Это Уже Сыновья Которые Родились Голландии И Практически Все Вот В отличие От французов От французской Миграции Практически Все Они Говорят По-русски Вот До сих Пор Вот Те Кто остался Даже Внуки Ну хоть Пять слов Но они Говорят По-русски Даже Если Там Солдат Больше Никогда Не возвращался И связи Не поддерживал Со страной И еще Очень интересно Вот Точно Такая же Карточка Ткачевого То же Самое Море Детишек И все Эти Детишки По-русски Поддельства Значит Это Тоже Очень Особая История Иммиграция Первой Волны Закончилась 30-е годы Годы Застоя Годы В общем Чего-то Нехорошего Замыло Слово Простите Великая Депрессия И Русским Места Там Нет Поэтому А у голландцев Масса территорий За морями Русская Ява Ой Голландская Ява Пожалуйста У них же Колонии И Наши В огромном Количестве В огромном Огромном Числе Уезжают В колонии Более Не возвращаясь В Нидерланд После Второй Мировой Войны Советские Войска Входят В Китай В Китае Начинается Отбор И разбор Крайне Негативно Сказавшийся На Эмиграции И тут Очень к месту Оказывается Опять же Возвращаясь К Анне Павловне Давние Надежные И хорошие Родственные Связи С королевским Двором И Одна Из Жен Высокопоставленного Голландского Дворянина Русская По происхождению Обращается Напрямую К своей Подружке Вильгельмини И просит Ее Походатайствовать За русских Которые Бегут Теперь Уже Из Харбин Для них Отправляется Самолет И в количестве 54 человек Они перевозятся Нидерланды И предоставляется Убежище И вот Технический Попало Попало Не сносить Но оно К счастью На попечении Семьи А вот Это уже Следующая История В 44 Году Начинаются Освободительные Движения Внутри Голландии Опять же Низкий поклон Голландским Коммунистам Которые Не дали Опозориться Окончательной Стране Да Действительно Голландия Участвует В сопротивлении Но На минуточку Пять Дивизий СС Сформированных Из Голландцев Не так ли Это Мало Для такой Страны И если Еще учесть Что одна Из этих Дивизий Была На голову Разбита По длинным Гранам Ну Как-то Вот Не очень Сопротивление Поэтому Сейчас Они об этом Молчат И призывают Помириться Давайте будем Мириться Давайте заводим Так вот Это карточки Стоявших На консульском Учете В советском Посольстве Русских Либо Остарбайдеров Либо Военнопленных Но нигде Не сказано Что военнопленных Везде В карточках Сказано Что Остарбайдеры Скорее всего Так оно и есть Потому что Дата рождения 27 год Молодые Женщины Женщин Было достаточно Много Вышедшие В лагере Или в Германии За голландцев Замуж И Мужчины Которые Нашли себе Работу Которые Работали Рядом В шахтах Как в первую Мировую Военнопленные Так и в вторую Мировую Они находили Себе работу На тяжелых Участках Шахты Строительство Дорог И сельское Хозяйство Хотя сельское Хозяйство В Голландии Меньше Это тоже Карточка Вот эти карточки На данный момент Если вы будете Скать Про родственников Эти карточки Уничтожены Дубликаты Должны Храниться В Архиве Меда А у вас Казалер Они вернулись Что Вы Все Снять Что Да Ну и Наша Гордость Дальше Пойдет Через океан Действительно Подвигом Он пишет Так будничный Ну летел Но оборонялся Во второй мировой войне Принимал участие В качестве транспортного Летчика Перевозил с Явы Последних голландцев На территорию Голландии Когда Явы Окупировали Японцы А Голландию Еще не Окупировали И Вот у него Там есть Такой фрагмент Когда он Посадил У него И ребенок Сидит В салоне Офицеры Семьи Он летит И его Атакуют Три Японских Истребителя Причем Атакуют Они видят Что это Гражданская Фанерная Машинка Но они Его Атакуют Начинают Обстреливать И он пишет Рука Автоматически Тянется К оружию И я понимаю Что я без оружия Он Виражом Умудрился Уйти От трех Японцев Посадить Корабль Свой самолет На берегу Моря Выгрузить Людей Несмотря на то Что был страшный Бриллиант И спасти людей Но это Знаменитое Бриллиантовое дело Если вы будете Читать где-нибудь О нем Это знаменитое Бриллиантовое дело Когда его судили За потерянный бриллиант Он не знал Что он был бриллиант Ему передали пакет Который нужно было доставить Но он успел Выгрузить людей И не успел Забрать вещи Потому что Самолет Смыло Приливом И когда ему Предъявили претензии Он сказал Простите А что важнее Люди Или камни Это очень по-русски Это художник Леонид Сологуб Знаменитый русский художник Который похоронен В Голландии Который все свои Полотна завещал России Которым не нашлось места На Родину Родина почему-то Умудрилась отчитаться Что его прах Перенесет А на самом деле Нам пришлось Три года Добиваться У балансов А вернее Из России Добиваться Совершенно ничтожной суммы На то Чтобы сохранить Это на другой фотографии Художник Иванов И владелец Картинной галереи В Глаге Очень знаменитая была Галерея Не менее знаменитая Чем многие во Франции Павел Лужецкий Бывший казачий офицер Который спас Очень Не один десяток Художников Литераторов Артистов Как-то вот он Сумел Развернуться Очень удачно Хотя В общем-то Просто казак А вот это семьи Русских солдат Обратите внимание Это Георгий Дудевский Это совсем с маленькими Детишками Только женился Он Тоже Бежавший военнопленный Первой мировой войны Остался В Голландии И Всю свою жизнь Прожил в Бронингине Двое сыновей Великолепно Говорили по-русски Сейчас он уже старенький Совсем внуки Не знаю А эта семья Потрясающая Федора Царегородцева Вот это С двумя девочками Федор Царегородцев В сороковом году Был арестован Как советский шпион На территории Гаги Брошен В тюрьму И в сорок пятом году Выпущен И в сорок пятом же году От пыток Умер А его жена Немецкая коммунистка И она Вернулась с двумя девочками В Россию Но прожила там недолго В 64-м году Мы вернулись назад Но до последнего Российское гражданство Российский паспорт Вот младшая девочка Я и сама Оформляла паспорт Она старенькая уже Совсем Но дрожащими руками Я русская Я русская Так Это поле славы Амерсфорд Я думаю Всем знакомо Где похоронено 900 человек С лишним Советских солдат Среди них Один русский Первой мировой войны 900 человек Это перенесенное Из приграничных Кладбищ Когда американцы Создавали свое Кладбище В Голландии Они всех русских Оттуда Сказали Забирайте А вот сюда В Амерсфорд В 43-м году По-моему Были привезены На показ 100 человек 102, по-моему Человек Советских солдат Отбирали Самых изможденных Самых некрасивых Самых изуродованных Для того Чтобы сделать Рекламную Пропагандистскую Акцию Их сфотографировать И показать Вот видите Разве они люди С кем мы воеваем Кто-то умер От голода От перенесенных страданий От всего А остальные Подняли бунт Там находился Лагерь Лёзден В этом месте И в этом лагере Были голландские Заключенные В основном Кмунисты Русские Подняли бунт И были расстрелены Немцев было много Но подняли бунт Чтобы знали А это следующий бунт Это вы уже знаете Пылающий остров Когда-то мы Смотрели этот фильм Восстание грузинских Солдат Перешедших На сторону немцев Они же набирали Вы прекрасно знаете Что они набирали Национальные батальоны Грузины Восстание Перестреляли немцев Объявили советскую власть Советская власть Продержалась Недолго Но голландцы С огромным уважением Относятся к этому факту И постоянно Ухаживают сами Я честно говоря Даже не знаю Ухаживает ли русская Сторона За этим кладбищем Ухаживают голландцы А вот это То что хотела показать Внучка Правнучка Консула Терсонов Надежда Ивана Терсон Супруга Богатого Промышленника Там И Княжеская фамилия Какой-то там Значит Она делает Вот эти фигуры Она называет их Цариной Потому что Она искренне верит Что это очень русская И потому что Она обожает Россию И когда она сюда приехала Там было много Фантастических историй Связанных с ее Набоковским Набоковской ветвью Она знать не знала Ничего об этом Но она когда-то Случайно в альбоме У дедушки Увидела Фотографию Сестры Бабушки Набоковой В русском Тапошнике В русском костюме Театральный какой-то Вестократ В этом году Спектакль И вот Теперь она Помешана Буквально На России У голландцев Это нормально То что Они помешаны На русском На России Потому что Они с глубочайшим Уважением К этому относятся Я не говорю О правительстве Я говорю о людях И Я вам не сказала Все Больше ничего Не объяснила Я вам не сказала О том Как это искать Искать в Голландии Очень сложно Гораздо сложнее Чем у Франции Но при этом Сложнее Потому что Язык При этом Легче В каком плане У них Почти Все Оцифровано Почти Все документы Если кто-то Когда-то Попал в Голландию Получил вид на жительство Или хотя бы Разрешение Это разные вещи То он Будет зарегистрирован Если у вас Есть Подозрение Что ваш Родственник Мог попасть В Нидерланды Значит Нужно Во-первых У них есть Поисковик Ха Хет На Забиваете В интернете И Латинскими Буквами Пишите Фамилию В поисковой строке Если Когда-то Эта фамилия Была На территории Нидерландов Вам Высветится Кто И что Это Очень Удобно Чем Северней Вот В Мастрихте Там Может быть Еще Какие-то Документы Не оцикрованы Весь Север Гронинген Все Абсолютно Оцикровано Кроме Того В Гронингене Находится Русская Диаспора Русских Центров Который В принципе Может Оказать Подобную Помощь В поиске Вот В посольство Не советую Обращаться У них Просто Возможности Нет А вот Добровольцы В этом В Гронингенском Центре Просто Набираете Русский Центр Или Набираете Русская Церковь Гаги У них Тоже Добровольцы Волонтеры Которые Тоже Помогают Абсолютно Безвозмездно И с большим удовольствием Откликаются Всегда Отвечают Всегда Транскрипция Написания Имени Немецкая В Двойное На конце Не французский Вариант Крайне редко Если Как Сологуб Прибыл Из Франции Но У Сологуба В Нет А Значит И еще Один Нюанс Что Буква У Пишется Как ОЕ Все Остальное Абсолютно Немецкое Поэтому И еще Что Очень Хорошо Что Любой Муниципалитет Большой Или Маленький Какой Угодно Кладбище У них Тоже Свои Документы Отдельные Не Архивные В архивы Писать Не надо Потому Что Архив Занимается Только Старой Документацией У них Вот этих Списков Нет Даже Вот эти Вот Карточки Они Находятся Не в архиве Они Находятся В муниципальном Хранилище То есть Хранилище При мэрии Отвечают Всегда Отвечают Быстро Очень Четко Работают Быстро Работают И с большой Заинтересованностью У них Также Масса Краеведов Которые С удовольствием Реагируют Но Очень Плохо Реагируют На вопросы Пойда Называется Знает Кошка Если Это Солдат Ну мы тут Ни при чем Мы же его Не обижали Ну нам Самим Было тяжело Понимаете И еще Одна Очень Печальная Тенденция Которую Я там Заметила То что Русские Архивы К сожалению Как во Франции Пропадают Наиболее Интересные Ящики Военного Архива Так и В Голландии Так и В Бельгии Но Вот Вопросы Которые Прозвучали Это То что Наши Захоронения Уходят У нас Нет Возможности Их Сохранить Есть Возможность Только Их Переписать И Очень Плохо Если Вдруг Окажется Как С Первой Мировой Войной О которой Я задала Вопрос В Эмиграции Вернее Эмигрантам Во Франции Которые Сказали Вот лет 30 Раньше Когда еще Живы были Когда еще Не выбросили Не сожгли Вот как бы Не опоздать Мы С этим Потому что Вот из-за Вот этих Волн Эмиграции Первая волна Она ушла А дальше Вот единицы Буквально Белкин Художник Знаменитый Сологуб Художник Знаменитый Смирнов Знаменитый Летчик О них Документы Хранятся Трепетно А вот Об остальных Нету 30-й 35-й Куда-то Делся А следующий Уже В 50-х И потом Голландцы Очень Не приветствуют Жизнь Диаспорой Они Предпочитают Чтобы Приезжающие К ним Ассимилировали Сейчас Они Уже Потеряли Контроль Над этим К сожалению А раньше Они Всячески Способствовали Тому Чтобы Человек Как можно Быстрее Ассимилировали Поэтому Через Диаспору Сказать Сложно В этом Желаю Успеха Если Есть Какие-то Вопросы Если Есть Какие-то Просьбы Со списками С фамилиями Пожалуйста Я могу Посмотреть В том Материале Который Есть Уже Давайте Благодарим Кедагин За Интересный Я бы сказал У меня есть Такое Двояркое Впечатление Честно С одной С одной Интересная 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 Ну извините Ну да Вы не виноваты У меня вся Грустная Что Грустная Что здесь Грустная Это я еще Сдерживалась Это я еще Сдерживалась То есть К этому Относится Так плохо И наша Правительство В первую очередь То есть Факты Известны Не только В Голландии Эти факты Известны Во Франции Буквально 5-6 лет Надо Полнить Вопрос Был По Самому Заменитому В Голландии В Голландии В Голландии В Голландии С фамилиями Выбить И Вот Когда мы Начинали Только наш проект 1914 года Первая информация Была у нас Государственного проекта Вообще Никакого Не было Базы Не было И Вот Мы Начали Смотреть По нашей Базе Но Она Была Еще Невелика Нашли Буквально Единицы И Они Обратились Они Очень Близко Это Восприняли Они Решили Этих Людей Как-то Уникалечить То есть Узнать Откуда Плиты Что Это За Плиты Что Это За Люди И Пошли Гиндусский Архив И Оказалось Информация Присутствует То есть Оказалось Это Все Знали Что Это Было Раньше Кладбище Но Потом Сделал Прилератив Ведет Парк Тут Даже Есть Дальний Фильм Я Не помню Как называется В советском Периоду Где В советском Периоду Фильм Где Показан Ведет Парк А там На нем Карусели Стоят Детские Каталицы Так Вот Когда Они Серьез Занялись Архивами Оказалось Что Сохранились Старые Карты Этих Захоронения С точностью До указания Конкретных Могил Прям Буквально И Оставалось Только Пытаться Найти Этих Люди Которые Наши Родину Они Обратились Этихарцы Обратились В посольство Литвы Для того Чтобы Этот участок Опять Разрешили Сложить Кладбище Обратились К немцам Для того Чтобы Помогли Финансово Полякам И К нашим Кликнулись Все Естественно Кроме К сожалению Нашим Да И вот Мы писали Песны Говорят Евгения Помогала Елена Помогала Благодаря Нашим Усилиям Вышли На посольство Сверху Так Из Москвы Буквально На них Надавили Они Буквально Прибежали Не поняв В чем Дело Уже Прибежали К ним Показывали Давайте Говорите Что Делать И Вместо Смерть В точке Это Злизов В итоге Они Полностью Восстановили Схему Кладбищ Практически Понятно Теперь Где Эти плиты Лежат А К тому Время Подоспела База Которая Сейчас Вы знаете Существу Вода Которая Из архива Елутовская И Наверное Процентов Там 80 Человек Они Присутствуют В этой Базе Поэтому Есть Возможность Найти Потом Как И Они Сейчас Не выходит На связь До Конца Года Должны Были Эти Плиты Даже Вернуть На место То Был Проект Оказалось Что Это Был Госпиталь Для Военнопленов В котором Сначала Лежали Наши Потом Эта Территория Перешла К Несам Оккупации Там Немецкие Солдаты Лежали И те Кто Помирал Они Хранили Территорию Территорию До Сих пор Остается Загадкой Что Это За Плиты То Лих И Специально Спас Выложив Из них Забор То Лих Просто Кто Суетился Решил Богинуть Неизвестно Но факт Что Эти Плиты Сохранились На место Они Будут Очевидно Вывращены И Было бы неплохо Если Правительство Хотя бы Здесь Как следует Реагировало В том числе Ухажало За этим Плодбищем Которое Было Думаю Что В этом Случа Будут Они За этим Ухаживать Резонанс Большой И В общем Случай Такой Вопиющий Там Поляков 200 Человек Русских Бежит Если Там Поляков Невцев Человек По 30 По 40 А у наших Там 200 Почти 200 Поэтому Чувство Грусти Как раз Вызывает То Отношение Которое К сожалению Сохранилось Хотя Мы Теперь Уже Не говорим Что Мы Забыты Война На самом Бели Все На Лого Сажим Большое Спасибо Я Надеюсь Было Интересно Всем Еще Небольшое Сдел Объявляется В Мае Будем В Ярославле Проводить Нашу 14 Всероссийскую Генеалогическую Выставку Параллельно С выставкой Будет И выставка Будет И конференция Будет И местный Региональный Детский Конкурс Поэтому Я вас Приглашаю Кто хочет 24 Часа Будет Конференция В Ярославле По генеалогии И истории Можете При Нежелающие 25 Мая Будет Открытие Выставки Это Как раз Будет Еще и день Города Большой праздник Ну и 26 Обычно У нас Культурная Программа Будет Садиться На автобус В ИГР По Пресности В данном Случа Наверное Будет Кораник Поэтому Я вас Приглашаю Если Есть Желание Вы Иступить На конференцию С таким Материалом То Можно Зайти К нам На форум Там Висит Форум Заявки Надо Послать Ее В Ярославле И Будет Участвовать В конференции Поэтому Все Большое Спасибо У нас Всех Невашаем Воронеж 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 Книгу Воронеж Писала С ванили Воронежского Прая Я не могла Пройти мимо Я себе Это купила Но я привезла Три штуки Я могу Прошу Еще раз Увезу Их всего 300 экземпляров Я привезла Три Короче Если кому надо Они по 300 Я даже не сомневалась Но еще две У меня остаются Хотя и здесь Так И теперь Завегаем Сиденье И быстро Фотографируемся Потом перегружаем Тормальный Чет Спасибо за субтитры